спасибо бывает а второй август будет да начал песни писать ну в семьдесят наверно восьмом может еще раньше 78 шестом нас классный руководитель очень классный чувак нам было всем по 16 17 ему было 32 31 он был совсем молодой у него была большая густая черная борода и это была одна из первых песен которую мы играли я играл в школьном ансамбле это была одна из первых песен я нырдизишки вас набугать но как не старался не мог я понять от чего меня не боитесь вы и понял не хватает мне бороды борода страшно жутко ужасно вот такой был рок-н-ролл и был битник битник да мы очень любили все это а потом мы увлеклись авторские песни было ирония судьбы и везде все пели эту пи и однажды мы сидели на своей репетиции и зашел чувак мы были в девятом классе зашел чувак из десятого долго стоял над нами потом гитарку можно все так старше дали ему гитарку он вот так встал и вдруг и вдруг значит мы все ждали что же нам сейчас такого у нас электрогитара он говорит не акустическую я же просил я же вас просил у нас аккомпанемент птички поют просто поставили будильник чтобы знать когда заканчивать это заканчивается он берет гитару и вдруг начинает мне нравится что вы были и мной мы замерли дослушали до конца он говорит в конце допел неплохой инструмент и ушел и мы так чем мы тут занимаемся вообще что мы поем и после этого мы нашли запись Ленька Новиков нашел запись Грушинского фестиваля 76 что ли года или 77 там был просто улетный состав участников все люди которых мы знаем как богов не знаю самых главных они там были просто в качестве участников фестиваля типа Висборг Лячкин Никитин и просто это было что-то феноменальное мы прослушали эту эту кассету эту пленку раз в 200 наверное Леня выучил несколько песен с нее все и так мы перешли в изменили року прекрасному року изменили но не навсегда ну это с натяжкой конечно можно назвать роком но как бы он считал их встречу случайной она готовилась пару недель он пришел во всем мэйд ин чайна она нацепила костюм от шанель он был раскован легок и весел она деловита и даже строга он спел ей 24 песни она взяла быка за рога однажды он предложил ей жить вместе она засмеялась так полгода уже он перестал сочинять ей песни она продолжала ходить неглиже по вечерам он читал ей прозу она убрала гитару на шкаф он ей дарил хризантемы и розы она любила цветы в горшках он не умел просыпаться рано она всегда вставала чуть свет он звал ее в далекие страны она твердила что денег нет он думал о чувстве что медленно стынет она покупала обои и клей он долгое время мечтал о сыне она родила ему двух дочерей он злился все чаще любовь протухла и да я так больше жить не могу она вставила и шла на кухню чтоб разогреть ему там рогу он говорил горячо и страстно мы очень разные ну совсем она молчала и думала разве да вроде такие же как и все но только вот что всего интересней сотни и тысяч дней и ночей они оставались вдвоем вместе хоть все и было не как у людей и через много лет конец романа тоже вышел у них на вихрей она умерла утром очень рано а он только вечером в тот же день и он до до